так ну что ж господа давайте начнем наш с вами вебинар вебинар посвящен будет стратегии обеспечения отказа устойчивости серверной инфраструктуры предприятия меня зовут соколов михаил соответственно я являюсь тренером в центре специалист соответственно преподаю такие направления как направление microsoft ну и направление операционных систем и решения на их платформе на open source и на linux поскольку в силу того что имею опыт работы с обеими системами с обеими средами и администрировать продолжаю администрировать гетерогенные среды в общем то те решения которые здесь будут рассматриваться но в основном в самом конечно ориентированы на microsoft ские платформы хотя то же самое относится все эти рекомендации к либо платформа и так чем мы с вами сегодня займемся займемся мы с вами во-первых рассмотрением типовых стратегий защиты данных ну разумеется на уровне предприятий на корпорации посмотрим что из себя представляют соглашение об уровне обслуживания так называемая сервис level agreement и что он в себя должен включать и какие идеи в него закладываются и какие требования в общем то могут подъявляться предприятиями корпорациями к защите данных и если рассматривать процесс шире то к защите непрерывности прохождения бизнес-процесса поэтому с вами охватим тему не только защиты данных и аварийного восстановления именно данных но и захватим вопросы связаны с защитой на более чем одном уровне более чем новых данных в общем то существует три уровня защита чуть позже озвучим и поговорим о том что из себя представляет кроме защиты данных и аварийного восстановления высокая доступность когда она нужна как она обеспечивается и каким образом эти два момента высокая доступность и аварийное восстановление друг друга дополняет основная задача основная задача который посвящен этот вебинар это в общем-то резервное копирование и вариации на тему и обеспечение восстановление нормального хода нормального нормального хода бизнес-процессов организации в случае незапланированных событий но под которыми понимаются различного рода сгои ну и реализация всего вышесказанного практически и средства для реализации которые имеются на данный момент также с вами рассмотрим и рассмотрим некоторые вопросы связанные с конфигурированием этих средств в первую очередь речь пойдет о стандартном windows server backup и пару слов скажу о более расширенном следствии таком как system center 2012 r2 дпм data protection manager чем он так хорош ну и те варианты которые microsoft для своих систем предлагает это хранилище бэкапов в ажуре на облачной платформе microsoft собственно говоря поддержка на облачной платформе реализована не только микрософтовских систем на как известно сейчас набирает оборот open-source open-source на решение очень много дистрибутивов линукса выложено для развертывания в облаке эжур соответственно к ним тоже можно отнести рекомендации которые будут здесь данные начнем мы с вами с стратегии защиты данных которую необходимо нам реализовать вообще говоря защита данных это достаточно общий термин который описывает целый ряд технологий и методов которые позволяют привести данные сервисы и сервера в рабочее состояние после различного рода сборки то есть мы уже видим три уровня три категории которые необходимы защитить не только данные от актуальности которых зависит судьба организации но и также сервисы которые в частности доступ к этим данным предоставляют и позволяет обрабатывать эти данные в рамках бизнес-процесса на также сервера с которых предоставляется сервис и в конечном итоге доступ да также они должны всегда по мере необходимости по мере запроса доступа к данным сотрудникам предприятия этот доступ предоставлять незапланированные события могут включать себя повреждения данных по причине выхода из строя скажем носителей по причине некорректных модификаций по причине различных вирусных атак например или действий злоумышленников это могут быть результаты сбоя приложения или сбоя оборудования и может также включать потерю от сайта организации в результате стихийных бедствий пожаров и так далее поэтому для разработки стратегии защиты данных организации должны определить свои потребности по восстановлению критически важных ресурсов сначала нужно какие ресурсы важны для организации а уместен ли простой а если уместен то на какое время исходя из этого планировать для каждого ресурса подходящую ранее обозначенным критерием стратегию защиты в общем случае кроме того что мы должны планировать защиту самих данных от некорректной модификации да и от результатов действий злоумышленника например мы должны также обеспечивать доступ к этим данным которые предоставляются с различного рода платформ серверов и сервисов которые принимают запросы делают выборку данных готовят данные в удобоваривом формате возвращают эти данные так далее для того чтобы подстраховаться от выхода из строя сервиса или сервер который сервис предоставляет реализуется требование повышенной доступности или высокой доступности собственно высокая доступность высокая доступность и аварийное восстановление несколько разные вещи поскольку высокая доступность это как правило решение в пределах одного центра обработки данных примером высокой доступности является аквастеризованные приложения допустим отказоустойчивые кластеры, или серверная фирма, или NLB-кластеры с балансировкой сетевой нагрузки. В принципе, тип кластеризации зависит от того, какой тип кластеризации поддерживается данным конкретным приложением. Поэтому сама по себе высокая доступность не защищает как таковые данные, поскольку может предоставлять доступ с разных экземпляров серверов или с разных хостов, которые предоставляют сервисы, к данным, которые будут храниться где-то на общем разделяемом ресурсе. Поэтому если будут повреждены данные, то доступ будет не предоставлен, бесперебойные данные, но данные будут уже не кто-то. Поэтому от бэкапа никакая высокая доступность вас как администраторов не освобождает. Это первый и самый основной момент, который необходимо запомнить и учитывать в своих решениях. Ну и высокая доступность, как правило, характеризуется размещением сервисов или серверов, предоставляющих эти сервисы в рамках одной территориальной локации, как уже видно на слайде, в рамках одного центра обработки данных, и страхует от выхода из строя одного или нескольких экземпляров сервиса, предоставляющего доступ к критичным данным. Чем хороша высокая доступность? Тем, что обход сбоя требует минимального времени, и, как правило, автоматизирован, не требует какого-то вмешательства администратора или IT-специалистов. То есть все это происходит автоматически, прозрачно для пользователей попросту. Подключение будет перекидываться на оставшийся в живых узел кластера или на ту часть кластера, которая характеризуется исправными узлами, и они продолжают предоставлять доступ к одним и тем же данным. Здесь, поскольку у вас решение автоматизировано, то потеря данных, если не затронута злонамерными модификациями, сами данные, она близка к нулю. И потеря, обусловленная простоем сервисов, она также резко стремится к нулю, потому что в момент файловера у вас проседает только один пинг, и большинство приложений попросту не почувствуют сбоя. Аварийное восстановление. Организация предполагает, на самом деле, организацию какого-то офсайта средства, средства за пределами одного сайта организации и характерно для распределенных, достаточно больших предприятий. В принципе, решение существует и для небольших организаций, которые не могут себе позволить, скажем, закупку резервного центра обработки данных или организации резервной площадки. Как вариант, я ранее в предыдущем вебинаре, когда говорил о планировании построения центра обработки данных, этой темы касался. Мы можем, на самом деле, какие-то мощности брать в аренду. Примером может быть то же самое облачное решение от Microsoft Azure. Чуть позже об этом решении тоже поговорим и продемонстрирую, как им пользоваться в первом проблежении. В общем, аварийное восстановление, оно включает в себя несколько территориально удаленных сайтов и, соответственно, центров обработки данных резервных. И здесь восстановление может занимать уже часы или даже дни. Все зависит от потребности к восстановлению в среде конкретной организации. И здесь, в принципе, возможен допустим, скажем так, больше объем потерь данных, нежели, чем в случае высокой доступности. Опять же, в силу происшествия в нашу жизнь виртуализации, которая, в первую очередь, привносит абстрагирование оборудования, мы можем сократить потери, сократить затраты на переключение на резервную площадку, на резервный суд. За счет того, что виртуализированная среда, она не имеет привязки к конкретному оборудованию и не требует переустановки операционных систем, восстановления конфигурации сервисов, скажем, из бэкапов, просто позволяет перезапустить виртуальную машину, перенесенную с одного центра обработки данных, виртуализированную зачастую в другую, с минимальными затратами времени на это самое переключение. Здесь возновление может, в принципе, проходить в пределах нескольких минут, максимум часов. Ну и возвращаясь к корпоративным стратегиям защиты данных, существует три уровня защиты данных. Первый – это защита на уровне данных, обусловленная восстановлением данных в случае их повреждения, в случае их потери, позволяет восстановить утраченные или поврежденные данные в результате различных сбоев оборудования, например, сбоев носителей информации, или же в результате повреждений. Повреждения данных, скажем, некорректными действиями пользователя, если что-то случайно, какую-то транзакцию где-то провел неправильно. Поэтому восстановление данных позволяет восстановить утраченные или поврежденные данные. Этот тип защиты и восстановления регулярно выполняется в большинстве организаций, известен как резервное копирование или же бэкап. Главное на этом моменте нужно определиться также со стратегией, определяющей, какие данные нам необходимо бэкапировать, то есть выделить наиболее критичные данные для предприятия. Соответственно, определиться с частотой проведения резервного копирования и запланировать восстановление, плановое восстановление, чтобы убедиться, что у вас бэкапы исправны и данные, которые у них находятся, вполне кто-то. Кроме того, у вас есть несколько типов бэкапов, чтобы копировать. У вас может быть бэкап данных, как правило, для файловых серверов, для файловых структур характерен, и бэкап системного состояния, то есть настройок систем и тех сервисов, которые они на себе хостят и которые они предоставляют. В принципе, у нас бывает вариант так называемого bare metal recovery, цельнометаллического восстановления, когда выкопированием подвергается и системное состояние серверов, и его системный раздел, и те разделы, которые несут на себя как минимум данные, обрабатываемые приложениями. Чем хорош такой подход? Тем, что позволяет восстановить сервер с нуля после сбой, то есть, в принципе, вышедшее из строя оборудование на уровне целого сервера может быть восстановлено попросту прогрузкой с инсталляционного медиа-носителя, но не установка операционной системы с нуля, а потом развертывание с бэкапа необходимых данных, а непосредственно вместо установки системы вы выбираете восстановление с бэкапа, поскольку такие средства, как Windows Server Backup для проведения упомянутого вида резервного копирования, я имею в виду bare metal recovery, цельнометаллическое восстановление, предполагает создание бэкапа, основного на снятие образа, образа с указанных разделов. Как правило, это системный раздел, это закрученный раздел и по выбору, вплоть до всех дисков сервера. Ну и подобного рода бэкап он сохраняется в виде образа, в виде, на самом деле, VGDX файла. Следующий уровень – это восстановление после сбоя. Восстановление после сбоя позволяет восстановить работу виртуальных машин, приложений и сервисов. То есть мы говорим уже об уровне не конкретных данных, а о сервисах, которые подоставляют возможность обрабатывать эти данные, критичные для бизнес-организации. Ну и, как правило, сервисы, они могут быть виртуализированными, пример, облачные способы представления сервисов, да, софтер, как сервис, например, предоставляются с виртуальных машин, характеризуются легкостью и масштабируемостью развертывания. Также могут предоставляться софинических серверов, суть от этого не меняется. То есть в данном случае мы говорим о решениях, которые близки к повышенной доступности. Обратите внимание на схему. У вас доступ предоставляется к критично важным данным для предприятия какой-то платформы. Это может быть либо сервер физический, либо виртуальная машина, либо сервис. То есть в данном случае, если мы хотим подстраховку реализовать от сбоя, от сбоя на уровне экземпляра сервиса или сервера, нам необходимо более чем один экземпляр данных сервисов или серверов предоставить. Причем они должны между собой быть синхронизированными в плане настроек. Ну и как правило, как правило, все эти сервера или сервисы, эти платформы предоставляют доступ к средству обработки данных, как правило, приложения, которые обрабатывают и сохраняют данные где-то в общедоступном ресурсе. Это может быть Storage Area Network, например, Faber Channel, дисковая полка, это может быть ISCATI, это может быть какой-нибудь расширенный ресурс в зависимости от конкретного решения. Поэтому в случае данной стратегии вам необходимо, опять же, позаботиться, что предыдущий уровень у вас поддерживается, обслуживаются сами данные, также захватываются. Потому что, смотрите, если у вас, допустим, те же самые сервера работают корректно, один из них выходит из строя, прозрачно для пользователей, пробрасывается соединение на резервный узел, этот процесс может быть автоматизирован в случае использования кластинных конфигураций. Но в конечном итоге мы стартуем здесь синхронизированные с точки зрения передачи, например, дампы памяти, экземпляры приложения, которые, опять же, обеспечивают доступ к разделяемым данным. Если у вас данные будут повреждены, некорректная модификация данных, например, в результате некорректной транзакции или злономерных действий пользователей, будет повреждена она вот здесь, и, соответственно, как бы вы ни страховались на уровне сервисов или серверов, доступ будет пробрасываться к поврежденным данным. Поэтому в этом случае, если у вас повреждение будет, опять же, на уровне данных, их восстанавливать придется из бэкапа на предыдущую точку актуальности, которая соответствует тому времени, которое было до проведения некорректной модификации. Но, тем не менее, от сбоя на уровне сервиса или сервера мы вполне страхуемся. Таким образом, мы минимизируем простой, сводя его к нулю. В любом случае, данная стратегия предполагает избыточность, то есть высокая доступность, она всегда предполагает избыточность. Что касается третьего уровня защиты, это защита от стихийной бедствии, предполагает восстановление работы серверов, виртуальных машин, приложений и данных в случае катастрофических потерь, таких как, например, пожар или наводнение на уровне офиса или на уровне сайта или, как говорят, площадки организации. В данном случае бизнес может выжить, если вы данные и резервные экземпляры средств, предоставляющие к ним доступ, имеете на резервной площадке. Это может быть либо резервный соц, если организация по карману такое решение, или это может быть более экономичное решение, скажем, Часть наиболее критичных ресурсов вы можете держать в облаке и синхронизировать актуальность данных и настроек с облачным средством горячей замены. Как правило, на длинных дистанциях у нас либо реплицируемые экземпляры приложений и хранилищ используются, либо используются средства горячей замены, как, например, репликация виртуальных машин. Что касается требований к защите данных, которые разрабатываются на уровне каждой отдельно взятой организации с учетом специфики ее бизнеса, для определения требований по защите данных. Во-первых, на уровне организации необходимо выявить наиболее важные и критичные для ее бизнеса ресурсы. Эти ресурсы могут включать в себя данные, сервисы и серверы. И, соответственно, к пыльскору вы можете и способны определить указанные категории ресурсов. Вы должны определить связанные с ними риски. Например, данные могут быть удалены случайно или намеренно. Жесткий диск или контроллер диска под системой может быть поврежден. Сервисы, связанные с использованием важных данных, могут подвергаться сбоям по различным причинам. Это могут быть сетевые проблемы, например. Это могут быть аппаратные сбои на серверах, которые предоставляют доступ к приложению. Это могут быть такие события, как масштабное отключение электроэнергии на уровне сайта. Наверное, площадки организации, например, офисы или даже набор офисов. Далее, следующим пунктом. Вы должны определить количество времени, которое приемлемо потратить на восстановление работоспособного состояния. Исходя из этих требований, организация должна решить, сколько времени допустимо для восстановления критических ресурсов. Соответственно, сценарии могут варьироваться от нескольких минут до нескольких часов или даже суток. В зависимости, опять же, от специфики бизнеса данного конкретного предприятия. Ну и в финале вы должны на основании полученной информации разработать стратегию восстановления, основываясь на указанных шагах. И в организациях для этой цели создается соглашение об уровне обслуживания. Service level agreement, которое включает в себя такие сведения, как уровень сервиса и часы обслуживания. Соответственно, допустимое время простое. В общем случае, разработанная стратегия защиты данных должна минимизировать риски и позволить восстанавливать данные и ресурсы в минимальные сроки, приемлемые для данного конкретного предприятия. И соглашение об уровне обслуживания, service level agreement, это оформляется в соглашении в виде документа, описывающего обязанности IT-отдела или провайдера IT-услуг, если вы арендуете услуги откуда-то. В общем случае, когда мы говорим о решениях по восстановлению данных, data recovery, solutions, то мы отталкиваемся от трех составляющих, от трех компонентов, которые необходимо для себя определить. Первое – это recovery time objective, так называемое RTO, это время, за которое возможно восстановить IT-систему. То есть здесь вы как раз анализируете, насколько возможен простой в случае выхода из строя на том или ином уровне защиты. И, соответственно, определяется этот момент опять же на уровне соглашения service level agreement, соглашение об уровне обслуживания. Он опять же затрагивает, на каком уровне произошел сбой на уровне данных, на уровне сервисов или на уровне сайта. Как правило, значение простое будет изменяться. RTO – recovery point objective. Сколько данных будет потеряно при аварийном восстановлении? По-русски говоря, этот параметр иногда определяют как степень приемлемости по типу. За какой период времени вы готовы потерять данные? И в каком объеме вы готовы потерять данные? Готовы ли вообще? Соответственно, проще говоря, этот параметр определяет частоту проведения резервного копирования. Чем меньше вы готовы терять данные, тем, соответственно, чаще вы будете выполнять бэкап. Здесь, опять же, некий паритет нужно соблюдать, потому что частота бэкапа зависит еще и от степени модификации данных. То есть в единицу времени какой объем данных будет модифицирован, и, соответственно, хватит ли ресурсов вашей системы. Ну и поэтому третий фактор – это recovery capacity objective – это какую часть нагрузки должна обеспечивать резервная система. Показатель может измеряться в процентах, транзакциях, проводимых IT-системами и прочих величинах по выбору с учетом специфики работы организации, ее средств обработки данных. В общем случае, если у вас на уровне сайта произойдет сбой, подтянут ли на резервной площадке резервные сервера все нагрузку возложено на них после сбоя всеми сотрудниками, всеми клиентами данного приложения или приложения со всей организацией. Ну, реализация защиты на уровне данных. Первое, о чем мы будем говорить, это, конечно, бэкап, потому как по вышеупомянутым причинам я уже говорю, что от бэкапа вас никто не освобождал, какая бы замечательная высокая доступность у вас не была. Если будут повреждены данные, вам необходимо будет откуда-то их устанавливать. Соответственно, история модификации этих данных в идеале также должна поддерживаться. За какой период времени это уже, опять же, определяется на уровне соглашения об уровне обслуживания для данной конкретной организации. Ну и реализация стратегии защиты на уровне данных, она традиционно реализуется средствами, известными как средства резервного копирования или, попросту говоря, средствами бэкапирования, бэкапами. И вот здесь еще один важный момент, когда речь заходит о бэкапах данных, нам необходимо определить данные какого рода, каким приложением они обслуживаются, для какого приложения они специфичны. Поэтому у вас есть в общем случае два решения, два типа проведения резервного копирования. Это резервное копирование средствами приложения, которые обрабатывают специфичные для него данные, которые она же предоставляет конечным пользователям. Или средствами системы или какими-нибудь специализированными, может быть, даже сторонними средствами, которые позволяют оптимизировать и создать более эффективную стратегию защиты на уровне данных, защищая уже не на уровне конкретной системы, а на уровне целого набора систем. Может быть, ролей, может быть, в принципе, всех систем критичных для работы предприятия. Примером может послужить такое же средство, как то же самое System Center DPM Data Protection Manager. Так вот, в свете вышесказанного, если у вас есть специфичное средство резервного копирования данных для конкретного приложения, то всегда лучше отталкиваться от него, потому что приложению виднее, какие данные и с какой степенью актуальности оно будет выкопировать. Примером таких приложений на вскидку можно привести тот же самый SQL Server и прочая система управления базами данных с ОБД. Может быть, сторонними. Это может быть такое приложение, как почтовый сервер, тот же самый Exchange, соответственно, своя база данных, подставленная почтовой корреспонденцией пользователей, которую необходимо бы копировать. Поэтому приложение отслеживает модификацию данных своими средствами или пользователями, которые подключаются через клиентскую часть этого приложения и позволяет гарантировать наивысшую степень актуальности защищаемых данных, бэкапируемых данных. Что, в общем-то, не в силу сделать бэкап системного уровня. Пример. Если вы, например, не готовы терять данные буквально ни за 5 минут, ни за минуту, то, очевидно, это те данные, которые в большом объеме будут модифицироваться за кратчайшие промежутки времени. Ну, очевидно, такие данные, они не хранятся как объекты файловой системы, тривиально говоря, как файл, потому что файл, большое количество пользователей своей транзакции писать одновременно не будут. У нас есть такая штука, как блокировка, наверное, файла. Один открыл, все остальные в лучшем случае будут читать, писать может кто-то один. Поэтому, когда речь идет о одновременном редактировании данных, об одновременном доступе к данным, то такие данные, они оформляются в виде структур, известных как базу данных. Здесь мы, наверное, таблицы можем уже поддерживать, например, блокировки, что позволяет множеству транзакций происходить относительно конкретной базы данных, относительно какой-то конкретной информации, которая в ней хранится. Соответственно, если мы будем базу данных копировать средствами резервного копирования, скажем, характерными для операционной системы, то мы можем не отслеживать, мы можем потерять, утратить актуальность в копируемых данных, что приведет, в общем-то, к нарушению целостности этих данных и к нарушению структур данных, которые обрабатываются с UBD. По одной простой причине, потому что, когда мы работаем на уровне Windows Server бэкапа или подобных средств, то мы работаем на уровне данных, которые уже осели на жестком диске, которые уже сохранены в виде файловых структур. Мы знаем, что большой объем данных обрабатывается далеко не через запись на дисковый носитель, а на лету через память. Поэтому обработанные с UBD, системы управления данных, страницы с данными, они на самом деле обрабатываются в памяти. И только через n-интервалы времени сбрасываются на диск. Но, как правило, сброс на диск, запись на диск, откуда данные уже могут быть зацеплены средством бэкапирования операционной системы, таким как Windows Server бэкап, происходит, например, когда запрашиваются новые данные, которых еще в памяти нету, которые необходимо обработать. И в рабочий набор в памяти попросту уже некуда размещать эти запрашиваемые данные. Поэтому те данные, которые на момент прохождения транзакции неактуальны, они сбрасываются на диск, записываются, тем самым освобождается какое-то адресное пространство памяти. Соответственно, с UBD для того, чтобы подстраховаться от сбоя, связанного с обновлением памяти, например, при неплановой перезагрузке, пробегает к такой хитрости, как ведение журналов транзакций. То есть данные параллельно, все изменения, параллельно произведения их в памяти, страницами, которые там прогружены, они будут писаться в журнал транзакций. Соответственно, средства резервного копирования, которые предусмотрены конкретным решением по управлению базами данных, конкретно из UBD, они позволяют реализовать и бэкап файловой структуры, самого файла базы данных с теми данными, которые туда успели записаться, и позволяют реализовать еще и бэкапы журналов транзакций. Соответственно, все данные, которые на лету модифицируются, они также будут добавляться в бэкап, что, в общем-то, позволяет вам восстановить данные буквально на ту точку во времени, которая соответствует сбоям. И, кроме того, если вы грамотно планируете резервное копирование и дизайн баз данных с UBD, то есть такая рекомендация – одержать на разных дисковых подсистемах файлы баз данных и на отдельной дисковой подсистеме журналов транзакций. Почему? Потому что, если у вас будет выход из строя диска с базой данных, вы можете всегда из бэкапа этот файл воссоздать, саму базу данных, а все актуальные сведения, в принципе, вам даже не нужно будет восстановить из бэкапа в журналов транзакций, потому как у вас существующий лог уже есть. На самом деле вы все равно будете восстанавливать из бэкапа, вы просто забэкапите существующий лог и восстановите его. То есть приведете базу данных в рабочее состояние на момент предшествующей сбора. Но то же самое можно отнести к таким средствам, как, например, почтовый сервер Microsoft Exchange. Для относительно статичных данных, которые не так часто, как база данных принимает запросы на изменения, на модификации, это, как правило, файловая структура, папки на файловых серверах, мы можем рассматривать резервное копирование средствами Windows Server Backup, посторонними средствами или дополнительными продуктами от Microsoft, нацеленными на масштабные предприятия, на более эффективные стратегии проведения резервного копирования. Ну и, собственно, три средства, которые данного аспекта касаются, а именно защиты ресурсов файловой системы, мы с вами рассмотрим. Это Windows Server Backup, его облачная аналогия Windows Server Backup, я даже постараюсь продемонстрировать на своем стенде, как оно работает и что оно позволяет это средство делать. оно, по крайней мере, с того момента, который описывается в наших курсах, в том же самом курсе 2412, несколько продвинулось вперед, появились новые возможности, но их вкратце также очерчу. Ну и System Center 2012 R2D DPM я упомянул. В принципе, если интересно это средство, оно упоминается и рассматривается в лабораторных работах, в курсах, посвященных сертификации и получению звания MCSE. Microsoft Certified Solution Expert по направлению серверной инфраструктуры, это курс 2414, там есть лабораторная работа, где демонстрируется настройка и настройка плана резервного копирования средствами DPM, то есть законченное решение, которое можно, в принципе, как сценария в рабочей среде, использовать. То есть, на самом деле, там не столько функциональности, чтобы по нему отдельный курс писать. Почему поднял тему? Потому что вопрос, на самом деле, задаваясь неоднократно, а вот курс по System Center DPM. А смысл там писать курс, когда там достаточно, не то чтобы главы, да, части главы, которые раскрывают его функциональность, она не настолько разнообразна, тут просто средство нацеленное на решение конкретной задачи. Какой? Бэкап и восстановление. Как бы не пол, чтобы писать по нему отдельный курс. Ставится достаточно просто. Любое средство из пакета настраивается тоже достаточно просто. Базируется на концепции управляющей сервера, куда, собственно, само решение ставится, и агента, который распространяется на те сервера, которые вы хотите защищать средствами DPM. Ну, проще говоря, с которого вы хотите снимать бэкап и отслеживать изменения с момента последнего бэкапа состояния. Видя 15 минут снапшотов, раз в 15 минут будут обнаружены изменения и подтягиваются в общее хранилище. Ну, естественно, хранилище планировать, да, где вы будете хранить. Это могут быть файловые структуры, дисковые полки, это могут быть кассеты стримера. На самом деле, напрямую на стример DPM не пишут, он позволяет копии туда делать. Ну, кстати, говорит, это единственное средство из числа нативных, которые работают со стримерами, с ленточными накопителями. Возвращаясь к теме бэкапа, в частности, Windows Server бэкапа. Ну, мы знаем, что Windows Server бэкап теперь это фича, то есть по умолчанию он не устанавливается. И идея заключается в том, что если у вас крупное предприятие, то он вам как бы по умолчанию не нужен, поскольку у вас есть наверняка что-то вроде DPM. Если DPM нет, что называется, на бедность для мелких предприятий, то у вас есть возможность штатными средствами поставить этот самый Windows Server бэкап. на любом серверном компьютере мы можем лицезреть для добавления ралли и фичи, что у нас по умолчанию всего замечательного средства нету, но мы, добравшись до фичи, можем увидеть, где-то там ближе к концу у нас есть такая штука, как Windows Server бэкап поставить. В принципе, никакой перезагрузки не надо будет, и мы получим возможность, получим возможность лицезреть вот здесь это замечательное средство. На первый взгляд, она не так уж однозначно, нужно привыкнуть. В принципе, вот эта консоль она существует даже до установки Windows Server бэкапа, ибо святое место пусто не бывает. У вас в консоли есть бэкапа, как средства, как выдвижка нету, вы можете как фичу добавить. Если не добавляете, то в эту консоль можно добавить облачное средство резервного копирования. из разряда альтернативных способов. Ну, мы с замечанием совершенно согласен с этим Центром достаточно интересная штука. Просто там на самом деле каких-то таких хитрых опций особо нет, достаточно всего линейно настроивается. Так. А вот Windows Server бэкап на самом деле рождает кучу вопросов. Ну, типовой вопрос, как настроить, например, тот же самый инкрементальный бэкап, а где он там? Когда мы открываем, там только два типа бэкапа есть, да? Это полный бэкап и копия бэкап. Чуть позже покажу. Собственно, типы резервных копий, которые нам позволяют это замечательное средство реализовать. Когда вы выбираете бэкап, ну, кстати говоря, вы можете как только появится по результатам установки фичи бэкап у нас появится действие. Действие это бэкап по расписанию, однократный бэкап и восстановление с бэкапа. По большому счету мы привыкли к бэкапу по расписанию, потому что расписание позволяет нам подстроить бэкапирование под проходящие изменения на уровне данных или на уровне конфигурации. Но зачастую, зачастую мы можем разовые бэкапы делать в категории системного состояния, потому как в большинстве серверов мы каждый день модификации не делаем. Сделай раз в период времени. И дальше продолжаем благополучно пользоваться. С данными дело обстоятельно несколько иначе, ибо пользователи фил своего креатива их периодически меняют. соответственно у нас есть два варианта выбора конфигурации нашего бэкапа по расписанию. Это полный серверный бэкап конфигурируется. Но в данном случае фулл сервер это имеется в виду все, что на этом сервере есть. Можно это зреть. На самом деле согласно этому расписанию будет все дома на этом сервере включая системное состояние делаться. Можем кастом сделать. Кастом соответственно добавить те элементы, которые нас интересуют. Почему выбираю? Потому что здесь мы можем наглядно лицезреть, что будет, если бы мы выбрали полный серверный бэкап. На самом деле галочки были бы одеты на всех этих пунктах. Зачастую нам отдельно требуется делать систем стейлбэкап отдельно бэкап различных дисков с поисковскими данными. Обычно систем стейлбэкап что в него включено? Систем стейлбэкап вы обязаны делать на таких серверах критичных для предприятия, как, например, в первую очередь контроллеры домена. Ибо если вы проводите систем стейлбэкап на контроллерах домена, в бэкап попадают не только файлы реестра, системные файлы, загруженные файлы с конфигурацией данного конкретного компьютера, сервера, ну и добавляется в бэкап база данных Active Directory и каталог SysWall со всеми политиками, скриптами, все, что вы внедряете на уровне предприятия и посредством чего вы управляете IT-структурой предприятия. Поэтому систем стейлбэкап на контроллерах домена это, прежде всего, бэкап Active Directory. На каждом контроллере домена этот тип бэкапа необходимо производить. Причем для контроллеров домена важно, чтобы бэкап системного состояния, вообще бэкап контроллеров домена был не старее 180 дней. 180 дней это период захоронения удаленных записей. Когда вы удаляете запись, она на самом деле не удаляется немедленно из базы данных Active Directory, она помечается на удаление и удаляется только по прошествии 180 дней из контейнера удаленные объекты. Поэтому бэкап у вас не должен быть старее этого периода. То есть все данные, которые потенциально можно восстановить даже из числа помеченных на удаление, они в бэкапе должны присутствовать. По большому счету это параметры настраиваемые. Кто у меня курсы слушал, я показывал, где этот параметр лежит, с помощью утилиты отсъедет. Можно посмотреть. Бэр металл. Бэр металл рекавери, как видите, если одевают флажок, он включает System State, само собой разумеется, потому что реестр, идентичность системы, как то UACID и все прочее нужно восстанавливать. К тому же зарезервированные системные разделы, какие? Бутовые разделы, это те самые 350 мегабайт данных, где находится диспетчер загрузки, диспетчер загрузки, да, и если у вас, не дай бог, пошифрована битлокером система, то как раз этот самый диспетчер загрузки отвечает за дешифровку, за принятие ключевого материала для дешифровки шифрованного битлокером тома. Ну и, собственно, бутовый том, правильно, вот это системный раздел, это загруженный, откуда прогружается сама система. То есть система у нас живет диспетчер загрузки, а сам загрузчик у нас в буту. То есть диспетчер загрузки, бут-менеджер, вот он, он на самом деле тянет в память кого-то из директории установки винды, c-windows, он находит там винлод, винлод, экз, или загрузчик винлодер, загрузчик винды, да, который уже кернель, ядро в память прогружает. а вот пульсики различные дома белл-металл-рекавери не подтягивают. В принципе, мы можем выбрать, если там какие-то важные для нас данные есть. Ну а диск c, диск c на самом деле предполагается, что там живет не только система, да, но и те приложения, как то, DHCP, DNS и прочее, 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 чьи данные тоже неплохо было бы в бэкап получить. Bare Metal Recovery позволяет вам, ну если бы я его не выбирал, в чем сразу разница, почувствуйте разницу, если бы просто System State бэкап. Казалось бы, зачем мне лишнее? На самом деле System State с реестром, с базами данных Active Directory, с базой службы пастеризации, с файловерный кластер, с базой сертификатов, если у вас от центра сертификации развернута на этом хосту, все это в System State бэкап попадает, вам необходимо будет сначала, прежде чем вы становитесь с System State, само средство получить свое распоряжение, а средство у нас где? Оно в системе на самом деле, да, то есть вы должны сначала поставить систему, все равно, как вы обзовете, для того, чтобы докопаться до фичи Windows Server бэкап, уже фичи Windows Server бэкап показать из раздела рекавер, показать, что из вот этого System State восстановить систему. Ну, понятно, что в этом случае после перезагрузки у вас будет подменен реестр, подменен сида, имя компьютера поменяется на то, которое было в бэкапе и так далее, если это восстановится контроллер домена, соответственно, это будет контроллер домена с тем Invocation ID, с тем сидом, который был в бэкапе. Bell Meter Recovery позволяет вам не морочиться с установкой системы, если у вас выход из строя, обусловлен выходом из строя оборудования, например, самого диска или целиком сервера. Если у вас просто в системе какие-то неполадки, но система прогружается, а там база данных кривая, реестр кривая, вы хорошо видите фичи Windows Server бэкап, говорят, статейка восстановить с бэкапом. Установили, перегрузили, все нормально заработало. Если у вас диск вышел из строя, вы купили новый диск, вместо того, чтобы установить систему, вы с инсталляционного диска прогружаетесь или с флешки и говорите не устанавливать систему, а восстановить систему с бэкапа и показываете, где у вас System Step бэкап лежит. У вас на Bare Metal в данном случае Bare Metal Recovery Backup, потому что Bare Metal Recovery Backup это VHDX файл, из которого попросту будет имидж развертываться системой. Ну, как бы оба систему считайте из кастомного образа, приконфигурирован развернули. Примерно так. В Advanced Settings мы можем исключение сделать из бэкапа. В принципе, в принципе, бэкап позволяет вам забрать разделы дисков, дисковые тома или отдельно взятые директории, то есть backup норм директории. И можем также исключить. Исключить мы можем типов файлов, на самом деле, можем директорию исключить из разряда того, что нам в бэкапе не нужно. И особняком у нас службы теневого копирования стоят для тех приложений, которые поддерживают работу с службой теневого копирования, для которых реализована так называемая VSS Writer. И у вас есть два варианта бэкапа, оба они базируются на службе теневого копирования, то есть на самом деле, на самом деле, снапшот файловой системы, некая статичная карта секторов блоков на диске она попадает в бэкап. Что позволяет на лету параллельно проведению бэкапа пользователям обращаться к этим же данным, модифицировать их, они в бэкап попадать не будут. Они не приведут к нарушению целостности бэкапируемых данных, правильно сказать. Соответственно, если у вас приложение не поддерживает такую тему, не поддерживает работу с ВСС, это значит само приложение должно уметь обеспечивать актуальность бэкапируемых данных. Это будет так называемый потоковый бэкап, стриминг бэкап. И в случае потокового бэкапа, если у нас приложение не отвечает за корректность бэкапируемых данных, может произойти так, что часть файлов будет на точку актуальности начала, а часть файла будет на точке актуальности конца бэкапа, что приведет данных. Поэтому, если мы реализуем средственное приложение бэкап, а я говорю, что в тех случаях, если у приложения есть свое средство бэкапируемое, то лучше использовать его, то здесь предполагается, что приложение гарантирует актуальность бэкапируемых данных. Как пример, как пример, начало расписание планировать. Вот здесь стандартным мастером мы только одно расписание можем делать. Выбираем однократно в день точку либо более чем один раз в день, если нам требуется более часто резервное копирование. Куда бэкапировать? Куда бэкапировать? У вас есть варианты на тему. У вас есть выделенный диск для резервного копирования, для бэкапа. Если вы выберете этот вариант, подполагается, что у вас жесткий диск есть. Жесткий диск у вас исчезнет из диспетчера файлов из файлов эксплора. Допустим, если я вот этот диск E раздел заберу, на самом деле у меня если какие-то данные там были, они потрутся все, и диск будет зарезервирован для внутреннего формата, который использует движок Windows сферы бэкапа доступен уже для параллельной записи таких-то данных пользователями или приложениями будет. Он выделяется исключительно под бэкап. Бэкап то волюм. Здесь я могу в принципе в выбранный раздел допустим на диске параллельно с другими данными писать бэкапом. И бэкап в сетевую шару. Бэкап в сетевую шару позволяет вам ввести резервное копирование сразу на сервировку на подпапке находящейся в сетевой шаре. Здесь есть ограничения, здесь есть ограничения, о которых чуть позже поговорим. На самом деле могу сразу сказать, что ограничения здесь имеются такое, что у вас только полный бэкап, здесь доступен инкрементальный бэкап не умеет работать с сетевыми шарами. И еще одно ограничение в тему по Windows Server Backup. В отличие от утилиты, которую мы узнали по предыдущим системам NT Backup, например, мы Windows Server Backup не можем копировать по сети несколько сервов. Не имею в виду, что мы в сеть не можем копировать. Конкретно Server мы, как видите, в сетевую шару можем запустить. Но мы не можем запустить средства бэкапирования на одном серваке и сказать, сделай-ка бэкап на серву 1, 2, 3, 4 в какую-то общую сетевую шару. Там разные подпадки в сетевой шаре. Нет, он бэкапирует каждый экземпляр бэкап, бэкапирует только тот Server, на котором он установлен, не более чем. Поэтому либо вам пользоваться для бэкапирования сразу нескольких серверов сторонними решениями, либо от Microsoft тоже самым DPM, который уже упоминался, позволяет распространить агента на те сервера, которые в результате обнаружения вы в его консоли увидели, опросив актив директора и сказали хочу их защищать. У вас автоматически на них будет установлен агент и они будут формировать группу защищаемых серверов. Соответственно с них сначала пойдет полная копия в указанное вами хранилище, если вы указываете на каком хранилище вы хотите бэкапы хранить. соответственно далее будут отслеживаться изменения. То есть удар по сети вы получите, когда первая начальная копия будет защищаемых серверов сохраняться, а потом уже разностные сами изменения будут подтягиваться, что уменьшит нагрузку вносить. Я наверное выберу бэкап ту волюм, чтобы было видно выберу доступный волюм, проще говоря о том, и скажу куда делать бэкап. Можно было либо выбирать какие-то конкретные папки или там либо целиком. если я хочу внепланово запустить бэкап я могу либо выбрать бэкап once или если у меня уже есть расписание я могу запланировать в принципе выбрать какой-нибудь кастомный бэкап или если я хочу внепланово имеющийся в расписании бэкап запустить я могу выбрать за бэкап пустим все пока бэкап а мы с вами посмотрим еще некоторые моменты связанные с Windows Server бэкапом я уже говорю у вас три типа резервных копий которые в принципе можете три типа защиты скажем так сервера которую можете реализовать с помощью Windows Server бэкапа это BarMetal для восстановления сервис нуля из бэкапа System State когда воспользована система но в принципе запускается и дает доступ к Windows Server бэкапу чтобы восстановить системное состояние и состояние сервисов на момент последнего бэкапа и для пользовательских данных как правило согласно отдельному расписанию мы делаем Volume backup на уровне тех томов где сохраняются пользовательские данные на файловых серверах различные пользовательские шары различных бизнес-процессов и так далее то есть файловую помойку так ну и в общем случае изначально изначально сервисный бэкап который был реализован в предыдущих системах в том же самом XP в 2003 сервере выраженный утилитой NT-бэкап воплощенный с помощью утилиты NT-бэкап он предполагал три типа резервного копирования любая резервная копирования любая стратегия резервного копирования она начиналась с полного бэкапа full backup full backup в плане именно разновидности бэкапа а не того что мы бэкапируем все данные или какую-то часть full backup это полное копирование которое основано на снятии образа и сохранении его в виде VHDX файла ввиду отсутствия сжатия данных этим бэкапом требуется выделение адекватного пространства для сохранения копии ну грубо говоря сколько вы копируете данных хотите какой объем вот такого объема но не меньше этого объема должно быть хранилище которое предусматривает собственно говоря и дальнейшее проведение резервного копирования чем характерно полное копирование на самом деле копирует файлы копирует файлы и те файлы которые попали в полный бэкап из них изначально снимался флажок готовности атрибут готовности к архивированию то есть до тех пор пока эти данные не были модифицированы не будут модифицированы и до тех пор пока не будут привнесены новые данные на волю для которого делаете полный бэкап эти данные повторно полным бэкапом забираться не будут то есть дальше будут только привнесенные данные забираться. Это то, что было реализовано в антибэкапе. В антибэкапе, кроме полного бэкапа, было реализовано для ускорения процесса резервного копирования и отчасти в установлении еще как минимум два типа бэкапа. На самом деле три. Ключевым моментом являются два типа. Это инкрементальный бэкап и был, сейчас больше его нету, не поддерживается в Windows Server бэкапе. Дифференциальный бэкап. Инкрементальный бэкап сохраняет блоки данных, которые были изменены с момента последнего предыдущего полного или инкрементального бэкапа. Соответственно, если забирают только те измененные блоки или те файлы, которые принесены с момента предыдущего бэкапа, то требует, очевидно, меньше времени для бэкапирования и, соответственно, меньше пространства для сохранения копии. Но требуется больше времени для восстановления, особенно если у вас целое множество инкрементальных копий снималось с момента последнего полного. То есть всю череду инкрементальных бэкапов с момента последнего полного вам необходимо восстанавливать. В этом плане был удобен дифференциальный бэкап, потому что дифференциальный бэкап в антибэкапе позволяет реализовать следующую стратегию. Вы делаете, допустим, раз в неделю полный бэкап, допустим, на конец недели, а потом делаете дифференциальный бэкап каждый день. Дифференциальный бэкап он не снимал в флажках готовности к архивированию, соответственно, забирал все данные с момента последнего полного бэкапа. Соответственно, времени на бэкапирование уходило больше, потому что он забирал все данные, даже те, которые предыдущий диффбэкап снимал. И, соответственно, места несколько больше требовалось для его сохранения. Но в плане восстановления он ускорял стратегию. Стратегия именно восстановления ускорялась за счет того, что вам необходима была последняя полная копия, относительно которой все изменения слеживаются. И изменения догонялись из последнего дифференциального бэкапа, потому что он все предыдущие изменения в себе содержал с момента последнего полного. В случае ингроментального бэкапа мы экономим на времени проведения бэкапа, скажем, если у нас простое, обусловленное, скажем, введением бэкапа неприемлемое, по крайней мере, лишняя нагрузка. И вам необходима частоту изменяемых данных, частоту бэкапа подстроить под частоту изменяемых данных. То есть степень приемлемости потерь вам необходима сохранить. Вы можете хоть 10 раз на дню делать этот ингроментальный бэкап. На самом деле сам процесс бэкапирования будет ускорен за счет того, что только разница всегда попадает. Но восстановление в случае сбоя получает за собой необходимость восстановления всей череды ингроментальных бэкапов с момента последнего полного. И вот здесь на помощь приходила, собственно говоря, копия бэкапа. Вы могли для разбавки стратегии делать, скажем, полный бэкап на конец недели, потом до середины недели делать череду ингроментальных бэкапов, а потом копия. Копия бэкапа, она по сути эквивалент ДИФ бэкапа. Она не снимает флажка готовности к бэкапированию тех данных, которые копировала, но содержит все данные с момента последнего полного бэкапа. Поэтому в случае стратегии восстановления вы ускоряете процесс. Вам необходимо будет восстановить последнюю полную копию, последнюю копию бэкапа и с момента последнего копия бэкапа ингроментальный бэкап. То есть сократить, на самом деле, число восстанавливаемых ингроментальных бэкапов. Изначально идея копия бэкапа была такой. И в ВСС. Чем хороша технология Volume Shadows сервисов? Дело в том, что бэкап, начиная с 2003 сервера, соответственно, XP, даже та реализация, которую мы знаем как NT-бэкап, она используется в основе теневого копирования. Теневое копирование – это технология, которая обеспечивает целостность на уровне дисковых блоков через создание теневой копии. То есть, по сути, бэкапа – таблица файлов, маркируя все используемые блоки как необновляемые. Когда возникает запрос на запись, старые блоки подвергаются сжатию и сохраняются перед тем, как актуально данные в блоке будут меняться. То есть, по сути, карта файловой системы сохраняет. Что позволяет сохранить образ файловой системы на заданную точку актуальности, на точку актуальности, соответствующую снятию снапшота. Таким образом, изменение, производимое после заморозки состояния, небо копируется. Система резервирует по умолчанию 12% тома под хранение данных теневого копирования, перезаписывая старые снапшоты по мере исчерпания лимита. Идея заключается в следующем. Когда у вас стартует бэкап, и вы могли увидеть, запуская мастер, у вас сначала первое, что снимается снапшот. У вас помечаются все сектора того раздела, к которому вы хотите применять бэкап, как необновляемый. И, соответственно, этот статический снимок подвергается бэкапированию. На самом деле, все изменения, которые относительно вот этого статического снимка будут происходить, они на самом деле не попадают в бэкап. Они попадают в следующий бэкап. Ну и полезным расширением ВСС является возможность создания теневых копий. Возможность создания теневых копий, что позволяет более эффективной стратегии восстановления данных на уровне конкретных изменений и конкретных файлов производить. То есть пользователь сам может, на самом деле, в случае проведения некорректных изменений, сделать откат на предыдущую версию. В свойствах файла можно увидеть предыдущие версии. Вот это, возможно, как раз приносится именно средствами теневого копирования. Windows Azure Backup. Windows Azure Backup. Чем хорош? Тем, что он позволяет вам отчасти реализовать офсайтовую стратегию. Ну, кстати, гвайер-бэкап, да, предположим, если у вас один сайт. Если у вас один сайт, организация, понятно, что одна копия бэкапа на каждый критичный важный ресурс должна быть у вас под руками. Ну, не будете же вы бежать в соседний офис, если у вас произойдет ЧП. С другой стороны, если у вас есть ЧП масштаба всего сайта, если у вас затопило сайт. Понятно, что если у вас как минимум есть другой офис, то вы можете воссоздать данные в другом офисе и продолжать благополучно с ними работать. Временно, пока не вы становите ушедший под воду офис, сайт организации, вы можете работать с этими данными, находясь в другом офисе. Вот поэтому офсайтовая копия у вас должна быть. Ну, по принципу, не держите все яйца в одной корзине. Соответственно, если у вас нету второго офиса, то вы можете воспользоваться, опять же, облачным хранилищем, облачным бэкапом. Поэтому Windows Azure Backup в данном случае вам может помочь. Чем хорош этот самый Azure Backup? Тем, что он позволяет защищать уровень данных, то есть копируя файлы папки с защищаемых компьютеров в облачное хранилище. И если у вас есть домен Active Directory и хасты Hyper-V, вы можете виртуальные машины целиком бэкапировать в Windows Azure Backup. То же самое, что на самом деле позволяет вам Windows Server Backup. Если вы Windows Server Backup будете запускать на уровне хаста Hyper-V, вы можете, опять же, сделать бэкап и для виртуальных машин. Почему? Потому что VSS позволяет. Потому что VSS позволяет вам интегрироваться с приложениями, в данном случае виртуальные машины, виртуализированные гостевые системы, чтобы отслеживать не только записанные уже в VHD, VHDX file, данные, обрабатываемые гостевой операционной системой виртуализированной, но и те, которые у них в памяти обрабатываются. То есть эти данные тоже будут забираться в бэкап. Это важное улучшение. То же самое позволяет вам Windows Azure Backup. На самом деле, Microsoft в Azure долгое время пытался отойти от слова Windows, и наконец-то отошло, поэтому дань прошлому адаптация под курс 2412, в котором эта технология рассматривается. По крайней мере, упоминается. Но в тех пор прошло время, как я на своем стенде вам покажу, но чтобы не тратить время на все это развертывание, оно достаточно долго производится, поэтому я заранее на своей тестовой площадке все это развернул. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, во-первых, на подписку Azure. Таким образом подписка реализуется. Здесь можно посмотреть все ресурсы, можно создать виртуальные машины, различные облачные сервисы. Ну, проще говоря, создать, да, и выбираете, чего создать. В плане резервного копирования. В плане резервного копирования вам необходимо было, если нет, то создать такую штуку. Backup and Recovering. ОМС. То есть, на самом деле, средства резервного копирования восстановления уровня сайта. После того, как вы выберете создать, соответственно, вы выбираете размещение площадки, пул ресурсов, доступного для вашей подписки. Но, как правило, выбираете дата-центры, ближайшие к вашему региону. Наверное, для нашего пока нет в России, российских дата-центров. Выбирается либо западная Европа, либо северная Европа. В МСДН подписке доступна только в Центральной Америке. Ну и, собственно, после того, как в пару кликов мышки создано это хранилище, вы его увидите в таком варианте. Я вам обозвал тест Backup. Вся дальнейшая работа сводится к настройке этого средства облачного хранилища, хранилищества для службы восстановления. Первое, что вы делаете, теперь, что вы делаете, ну, можно параметры посмотреть, можно, собственно говоря, сконфигурировать начало работы. Резервное копирование, когда у вас есть бэкап, сохраненный в облаке, вы можете просто приступить к восстановлению сайта рекавы. Это обратная операция. Бэкапирование, это восстановление. Но, разумеется, вы сначала будете заниматься резервным копированием. То есть интересный момент. Цель резервного копирования выбираете, где выполняется рабочая нагрузка. Если у вас в Azure уже существуют какие-то развернутые инфраструктуры, то есть часть ваших серверов благополучно работает в облаке. Но понятно, что вы не обязаны для них ставить Windows Server бэкап. Вы можете попросту захватить. То же самое ажурное хранилище. Если у вас рабочая нагрузка, проще говоря, виртуальная система находится не в локальном премис, а в вашей подписке в Azure. В нашем случае локальный. Вот я хочу этот хост Hyper-Win. В данном случае это EV1. Это не что иное, как хост, на котором крутится целая куча виртуальных машин. В частности, две из них вы видите. Это London DC. Локальная рабочая нагрузка. Что я могу в данном хосте? В принципе, я могу файлы и папки на этом хосте забрать. Проблем нет. Далее мне будет предложено установить агент службы восстановления. Примем скачать. Агент восстановления. У вас будет скачиваться файла вот этого агента, клиентской части, который интегрируется в консоль Windows Server бэкапа. Вместо Windows Server бэкапа вы будете Azure бэкап видеть. Сейчас покажу. Но вам необходимо подтвердить, что вы действительно тот, который вы себе выдаёте, что вы бэкапируете машину, принадлежащую организации или пользователю, для которого это хранилище имеет место быть. И в процессе передачи данные тоже необходимо защищать. Раньше мы генерировали ключ, сертификат на самом деле, самый подписанный. Это сертификат, открытый ключ из этого сертификата отправляли в Azure. Ну, в общем, какие-то лишние прястки с бубнами делали. Сейчас всё проще. Сейчас вы говорите скачать агент, у вас скачивание файлов идёт, запускаете на установку, устанавливается агент и в процессе установки просит, ну, раньше ключ необходимо было отправить туда. Теперь ГВЭПС учётные данные, хранилища. Ну, типа логин и пароль, да, на самом деле. На самом деле это теперь не логин, пароль, это файл. Вы говорите скачать, скачиваете, сохраняете файл и в окне агента, который является клиентом резервного копирования, вводите путь к скачанному файлу с креденшалами, с удостоверениями. Путь к файлу ввели, он действительно в течение двух дней. и всё. С этого момента, с этого момента у вас появится вот такая красота. Такая красота, сейчас я вам её покажу. менедж, менедж, варень, тулс, тулс, естественно, windows server backup, но в windows server backup мы уже не windows server backup, ранее мы показываем, в лице зрения, а Azure backup, то есть мы можем выбрать backup и настраивать Microsoft Azure backup, но в данном случае только установил, этот клиент дарил креденшал, но я ещё не настраивал. При первом запуске он мне предлагает, что запланировать бэкап или восстановить данные, поменять свойства, открыть портал, и так далее, зарегистрировать очередной сервер, то есть каждый сервер, который я буду бэкапить Azure, требует регистрации, то есть каждый раз происходит регистрация, скачивание, удостоверение, установка, создание в хранилище на самом деле блок файла бэнера, large объекта, для бэкапирования указанных параметров. Каких параметров? Мы также видим добавление возможных дисков, может добавлять, удалять, сделать исключение на уровне файлов, например. Можем выбрать списание ежедневно, еженедельно, здесь уже возможно еженедельно, допустим, на какую-то каждую неделю, каждые две недели, раз в месяц, например, допустим, раз в месяц, допустим, по пятницам. Дальше, а дальше, а дальше у вас отрабатывает политика удержания бэкапа. Еще один, кстати говоря, важный момент, еще один важный момент, сколько мы должны хранить бэкап перед тем, как он будет перезаписан. Опять же, когда мы создаем соглашение об уровне обслуживания, мы договариваемся с владельцем бизнес-процесса, за какой период времени им копируемые данные нужно хранить. Но если нужен будет возврат на какую-то точку актуальности, вы можете хранить несколько бэкапов, несколько бэкапов, и тем самым реализуется возможность откатка с одной точки актуальности, скажем, соответствующей месячной давности бэкапу, на другую точку актуальности, скажем, на двухмесячную актуальность этих самых значений бэкапируемых данных и так далее. Если мы выбираем, скажем, хранить месяц, то раз в месяц у нас данные будут просто перезаписываться, они будут складироваться. Вот здесь мы можем выбирать опции, где будет бэкап храниться. Создается начальная копия, автоматически будет производиться через сеть в указанное местоположение, либо вы можете оффлайновое стажирование делать, а потом, собственно, забирать это. Как правило, делаем все это по сети. если у вас нагрузка в ажуре, то можно в принципе делать и в оффлайн, в оффлайн в бэкап. Здесь можно ознакомиться с инструкциями. Таким образом, лицезреем, соответственно, финиш в бэкап будет идти согласно расписанию, можем его создать в расписании, перенастроить, когда будет бэкап, соответственно, можем приступить к восстановлению данных. Соответственно, также подключаем новый сервис, ставим клиентскую часть, выбираем бэкап для нужного сервера, вводим соответствующие креденшала и получаем развертывание бэкапа. Бэкап можно вне плана произвести всегда, как бэкап нажать и будет сделано. таким вот образом можно здесь поменять запланированное бэкап, в частности политики надержания данных. Один вариант. другой вариант. Другой вариант, что нам еще Azure дает, если я вернусь на уровень подписки. Целью резервного копирования может быть, если зафиксирован хост Hyper-V, но видите, это могут быть виртуальные машины с хоста Hyper-V, это может быть SQL Server, это может быть SharePoint, это может быть Exchange. но мы знаем, что у этих приложений свои средства бэкапирования и по большому счету они благополучно интегрируются с возможностью сохранения за пределами сайта, что страхует от катастрофических потерь, связанных с выходом и строят целиком площадки, целиком сайта организации. Hyper-V, в общем, машина здесь, он предлагает, предложено будет скачать более объемную структуру, на самом деле установить сервер архивации Microsoft Azure. Вы скачаете, у вас порядка полугигабайта данных будут сбрасываться, на самом деле несколько ISO образов и инсталлятор, инсталлятор, который в течение некоторого времени будет ставить сервер архивации Microsoft Azure, который будет, опять же, способен отслеживать выкопированные виртуальные машины и выкопировать их в ажурное хранилище. Но, опять же, учетные данные хранилища необходимо будет для подключения скачать и при первом запуске этой сервера активации запросит их вести, вести путь к файлу. потребуется подключение хостов в домен Active Directory. Поскольку здесь достаточно много времени будет идти на процесс установки, больше показывать в принципе нечего, поэтому пропущу этот момент. Таким образом, Azure Backup позволяет вам два варианта реализовать бэкап локальных ресурсов и бэкап уже работающих, перенесенных в облако ресурсов в некое централизованное облачное хранилище. Ну и оттуда реализовать процесс восстановления. Стратегия восстановления уровня сайта, которые служат в частности Azure Backup. Предполагает разработка этой стратегии определение данных, сервисов и серверов на конкретном сайте, для которых требуется обеспечить непрерывность, на которой требуется для обеспечения непрерывности бизнес-процесса. То есть наиболее критичные сервера, наиболее критичные данные. Это могут быть субботы, это могут быть шаропоинтовские порталы. Опять же мы видели как раз Azure ориентирован на такого рода рабочие нагрузки. В первую очередь я бы речь начал вести о контроллерах домена. Разумеется, если у вас есть Active Directory. Но об этом тоже мы с вами чуть попозже поговорим. Итак, стратегия восстановления сайта. В общем, в случае у вас есть два варианта. На самом деле три варианта. Один вариант я уже сказал, это бэкап данных. Это восстановление на уровне данных. Собственно говоря, они спасают вас от выхода из строя сервисов, которые доступ к этим данным будут предоставлять. Ну что, прок, данные вы забэкапируете. Сколько у вас пройдет процесс восстановления данных в случае, если будет утрачено сервисов или платформы уровня сайта. Вам необходимо купить оборудование, поставить систему, сконфигурировать систему, а потом восстановить с бэкапа данные. Но это может быть достаточно длительным период времени. Поэтому я уже говорю, что сами по себе данные это страховка от техник арик на модификации. Когда у вас уже сервисы есть, которые обслуживают, а данные повреждены, взяли их восстановить с бэкапом. Если у вас сервисы повреждены, а данные не пострадали, или данные могут быть всегда восстановлены с бэкапом в том или ином объеме, вам необходимо в случае сбой части сервисов перенаправить, переадресовать поиски подключений, клиентские подключения на оставшиеся в живых. Либо на той же площадке, либо в случае с выхода из строя всей площадки на резервную площадку. Коим может быть собственно говоря облачная площадка. Поэтому есть два варианта. Если вы можете позволить себе создать свой резервный центр обработки данных, это безусловно лучшее решение будет, потому что она окупается, окупается, но в пределах 5 лет обычно она должна окупиться. Если у вас сразу нет таких средств, чтобы построить резервный ЦОД, то тогда вам придется задуматься об аренде. Здесь опять же нужно считать прицелом на данное конкретное предприятие. Если у вас не такая большая рабочая нагрузка, пара-тройка виртуалов, то ради них оградить свой ЦОД и резервную площадку будет, мягко скажем, неразумно. С другой стороны, если у вас огромное количество мощностей, до которых требуется отказоустойчивость, вы можете конечно же эту нагрузку принести в облако, но имейте ввиду, что вы платите в своей подписке за выработанные ресурсы. Чем больше у вас рабочая нагрузка, тем больше ресурсов будете вырабатывать в отчетный период, тем больше вы будете платить за это. И, соответственно, в какой-то момент времени, допустим, за те же самые 5 лет, стоимость подписки может благополучно перекрыть стоимость своего решения. Поэтому здесь нужно считать. В общем случае стратегии установления сайта они сводятся в плане приведения в боеготовность резервных средств предоставления доступа к данным или предоставления обслуживания, а не только самих данных, к двум вариантов. Либо это репликация, это вариация горячей замены. Но если у вас виртуализованное решение, и у вас сервисы предоставлены с виртуализированных серверов, то вы можете реализовать реплику Hyper-V для наиболее критичных ресурсов. Чем характерна реплика Hyper-V от того же самого HM отличается от файловерного кластера, например? А тем, что поддерживается длинной дистанции. То есть у вас нет необходимости какие-то высокоскоростные подключения для отслеживания самого актуального состояния поддерживать. У вас может быть VPN-канал, и вы можете инициировать процесс репликации Hyper-V тривиально как это делать? Тривиально у вас должно быть как минимум два узла Hyper-V один локально, другой на резервной площадке. Соответственно, если открыть тот же самый диспетчер Hyper-V даже на моей локальной машине, на принимающей стороны резервной площадке вы конфигурируете платформу Hyper-V на универсеттингах, как принимающая сторона, вы говорите сделать этот сервер сервером реплики, то есть разрешить репликацию на этот компьютер с другого компьютера, ну и выбирать аутентификацию, допустим, Kerberos, там через HTTP или HTTPS, более предпочтительный защищенный канал. Мы в лабораторной работе, на самом деле в 12 курсе, в курсе 2412, эту настройку делаем. И вы говорите, где хранить, где хранить реплицируемые виртуальные машины. И вы говорите разрешить репликацию с определенных серверов. Можете явно выбрать, с каких серверов вы хотите разрешить репликацию. Можете с любого прошедшего проверку сервера указывать дефолтную локацию для хранения реплицированных файлов. Как правило, выделенный диск под систему достаточно нормально используется. После того, как вы разрешили на принимающей стороне, идете на исходе сервера, на котором у вас находится актуальная для бизнеса виртуализированная система. Доходите в свой этой системы и говорите включить репликацию. Включите репликацию и настраиваете имя хоста. Указывайте, если у вас есть домен Active Directory, соответственно, указывайте имя хоста, который только что сконфигурили в качестве приемника реплики. Если у вас на принимающей стороне кластер, N-узловой, то вы не говорите конкретный узел, вы говорите роль, роль брокера реплики Hyper-V. Брокер Hyper-V реплики позволяет отслеживать местоположение реплицируемой машины относительно узлов кластера, относительно того узла кластера, который в текущий момент для него будет активным. Это сценарий, когда у вас есть свой резервный сайт, своя резервная площадка, как минимум свой узел Hyper-V. Альтернативой может быть создание резервного сайта в Azure. В этом случае как-то реплицируется. Вы, конечно, можете на самом деле переносить свои виртуальные машины с сайта OnPremise в облако. Я бы не сказал, что это самая хорошая идея, самая блестящая идея, хотя в принципе можно скачать средства миграции в виртуальных машинах в Azure, можно в принципе создать свой образ виртуальной машины и этот образ в репозитории отправить в свою подписку в Azure, и соответственно на основе этого образа клонировать виртуальные машины в заданные роли. Можем поступить впрочем. Но обычно мы в первую очередь заботимся о высокой доступности критичных серверов. В первую очередь это те же контролеры домена. Мы можем попросту для тех приложений, которые предполагают собственные средства обеспечения отказоустойчивости, такие как, например, доменные контроллеры за счет репликации, попросту виртуализировать и часть виртуальных машин поднять непосредственно в рамках своей подписки в облаке. Для этой цели нам необходимо наладить репликацию между размещенным виртуальным контроллером или контроллерами домена в рамках облачной подписки и контроллером домена. В частности, они могут быть физические, на физических компьютерах, могут быть на виртуальных машинах. Кстати, контроллер домена это подходящий к индивидуальной виртуализации, начиная с Windows сервера 2012. Поскольку эти предполагают репликацию, мы можем отреплицировать на момент поднятия в облачной среде контроллера домена, добавляя к существующему домену, что произойдет? Произойдет акт репликации. Акт репликации с ближайшего достижимого контроллера домена базы данных AD сюда. И дальнейшие изменения, где бы они не производились здесь и здесь, будут рожать репликации. Ну, а для того, чтобы редуцировать нагрузку на вот этот канал, нам необходимо что? Нам необходимо создать сайты Active Directory. Сайт Active Directory это, по сути, граница, это компоновка компьютеров, в частности, контроллеров домена, связанных между собой быстрыми, надежными, по технологии локальной вычислительной сети, LAN-обслуживаемыми соединениями. То есть, по сути, это маршрутизируемая сеть с помощью корпоративного LAN-роутера, представленная одним или несколькими сегментами под сетями. Межсайтыми границами традиционно являются различные WAN-соединения, в частности, VPN-туннели. Соответственно, камнем предкновения вот этого сценария долгое время был достаточно комплексный подход по реализации сетевой инфраструктуры в облаке, организации шлюза. По сути, что нам надо было сделать? Ну, во-первых, нам нужно было обеспечить, чтобы границы сайта были, маршрутизация. У вас адресное пространство в локальном сайте и, как правило, в одном сайте и в другом сайте не должны пересекаться, иначе нельзя будет провести границу между этими сайтами, ибо с сайтами соотносятся именно адресные пространства, одна или более под сети. Допустим, одна или более под сети у нас соотносится с сайтом OnPremise, с сайтом на площадке организации, и одна или несколько под сетей, сразу могу сказать, как минимум две нужны, для сайта в облаке, сайта, где вы будете своей организацией, контролировать и доменом поддерживать. Далее. Далее вам необходимо, прежде чем вы в виртуальной машине в своей подписке, ну, понятно, само собой подписка на Azure, вам нужна на инфраструктуру как сервис, где вы будете виртуальную машину развертывать, вам необходимо создать сеть. Именно при наличии существующей сети, виртуальной сети, у вас будет возможность новую виртуальную машину ассоциировать с сетью. Раз вы можете ассоциировать с сетью, значит, вы можете обеспечить туннель в этой сеть с корпоративной сетей и наоборот. Для этого вам необходимо, во-первых, на уровне вашей организации иметь шлюз с белым адресом, с публичным адресом, который мушетизируется наружу и который виден снаружи, ибо вы будете настраивать шлюз на этот адрес. И, естественно, вам необходимо будет описать виртуальный шлюз, для которого вам необходима как минимум виртуальная сеть. проще говоря, вся процедура сводится к созданию виртуальной сети в Эжере в вашей подписке, настройке шлюза для этой виртуальной сети и создание, да, настройки, соответственно, шлюза в вашей локальной сети, у вас шлюз или сайт ВПН-туннель будет. И этот шлюз заворачивать сюда, и это сюда. Причем, вот этот шлюз будет автоматически настраиваться для большинства сценариев, но особенно, если это шлюз на базе службы РАЗ. Ну, кстати говоря, когда мы с вами рассматривали курс 2411, там был целый модуль, посвященный этой замечательной службе, еще такие вопросы, сомнения, зачем нам нужна служба РАЗ, когда, как правило, ВПН-туннели мы делаем на базе циски или каких-то более специфичных решений. На самом деле, иногда удобно, в частности, для интеграции, для интеграции с Azure. Дело в том, что стандартная процедура, стандартный скрипт генерируется Azure для автоматизации настройки, в частности, решения на базе РАЗ. Но на самом деле, не только раз поддержите, сейчас увидите. Ну и в финале вы создаете виртуальную машину, ассоциируете ее с вашей сетью, виртуальной, для которой шлюз создали. И благодаря тому, что она находится в сети, у которой есть шлюз, для нее доступна репликация и взаимодействие с вашей сетью. И наоборот. Это не только контроль в домене относится, это в принципе, часть критичной инфраструктуры может быть принесена и поднята в облаке. Для нужд Active Directory и положения, которые, в общем-то, требуют нахождения сервиса в ближайшем по отношению к ним сайте, вам необходимо описать в Active Directory в данном примере как минимум два сайта. Это локальный сайт и адресное пространство, которое соотносится с облачными сетями, нужно соотнести с сайтом и, допустим, обзовите его Azure Cloud Site. Для того, чтобы можно было настроить межсайтовую репликацию согласно отдельному расписанию от внутрисайтовой, для того, чтобы ограничить прохождение репликации только часами не пиковой нагрузки на вот это туннельное соединение, на вот этот канал. Ну, достаточно такая длительная по времени процедура создания этих самых шлюзов, тем более развертывания виртуальных машин, поэтому я заранее все это сделал, поэтому показываю, как это выглядит и какие шаги я предподнимал, чтобы это все сделать, поскольку не всегда внятное описание можно найти, возникает вопрос, вопрос-ответчик. Собственно, где наши все виртуальные ресурсы? Все ресурсы мы с вами создаем сетям, можем создать с вами виртуальные сети, например, создать в новом портале, можете выбирать, что вам там нужно, виртуальная сеть, ставим виртуальную сеть, выбираем классический новомодный диспетчер загрузки, но как бы классический более нагляден с точки зрения создания по шагам. Вот здесь мы выбираем, что выбираем, имя сети, может быть совершенно произвольным, может быть совершенно произвольным, и выберем два диапазона сети, на самом деле это требование ажура, требование ажура. Дело в том, что один диапазон сетевой будет использоваться для ваших виртуальных машин, то есть это виртуальная сеть, в которой будут ваш виртуализированный контроллер, домен, или какие-то еще виртуалки, связанные с этой сетью, и которые будут марштизироваться относительно вашей on-premise сети, туда-обратно. И отдельное адресное пространство, необходима отдельную подсеть для нужд шлюза, для того, чтобы марштизацию между шлюзами реализовать. Соответственно, чтобы определить необходимое количество адресов для подсети, вы можете посчитать количество виртуальных машин, которые вам потребуются, на данный момент оценить потенциал роста сети, будете ли вы добавлять виртуальную машину в облачную подсеть. Соответственно, определяется размер подсети по маске, но если вам необходимо количество виртуальных машин не более трех, то маска 29 пойдет, 3 бита выделяется под узел до 11 машин это 28 маска, если у вас 60, 123 машин это маска 25 может быть используя. В принципе, таблицу можно с вас справкой на технике посмотреть или самому посчитать, если основы сетей помните. имя виртуальной сети и имя подсети. Я уже говорю, имя виртуальной сети это объединенная сеть, вам необходимо как минимум два адресных пространства, где подсети создать. Одна подсеть будет для ножчлюза, другая подсеть для вашей рабочей нагрузки, размещенной в ней. На выходе, когда имена создали, у вас заданным именем создастся виртуальная сеть, состоящая из двух подсетей. Мы увидим следующее. Мы увидим в группах ресурсов. Я ее создал заранее. На самом деле она была доступна. Все ресурсы. Виртуальная сеть. Линус обозвался. Когда-то игрался здесь с open-source сетями. Но не суть важна. Как только у меня появилась сеть, я получил такую карту, изначально затонированный серым цветом был шлюз, я выбрал настройку шлюза. Нажимаем на шлюз и, соответственно, конфигурируется шлюз. У вас два варианта подключения к облачной сети имеется. Это точка сеть и сеть сеть. В данном случае шлюз и точка сеть у меня не настроена. Точка сеть это клиент удаленного доступа. Когда у меня каждый отдельно взятый клиент с компьютера будет подключаться к сервисам, находящимся в виртуальной сети в ажуре. К ее шлюзу, как у плен сервера, и через этот шлюз получать доступ к виртуализированным сервисам. Вариант, когда я хочу объединить две сети на ажурную сеть и сеть своего офиса. Это шлюз или сеть сеть. Когда настраиваю шлюз, он автоматически конфигурируется на публичный адрес, через который будет видна облачная сеть. Я на своем внутреннем шлюзе на корпоративном вот здесь настраиваю опертапс. Куда подключаться. И далее настраиваю собственно говоря подключение сайта сеть сеть. Обзываю MySite и соответственно у меня выбрана моя для которой шлюз собственно говоря выбрал и настроил. На самом деле просто выбираете сеть, выбираете добавить шлюз. Вот здесь происходит настройка. Далее вам необходимо что делать? Далее когда вы выбираете подключение к сети вам предлагается скачать скрипт. Скачать скрипт. Видите сценарий VPN. И выбираете поставщика Microsoft естественно платформа и операционная система. Для сервера 12-12.2 у вас скачивается скрипт. Давайте скачать и у вас паушелский сценарий в виде файлика сбрасывается на сервер. На самом деле вот этот портал открыл на своем VPN сервере. На самом деле я его могу не конфигурировать как VPN а как минг как муштизатор корпоративный конфигурировал для того чтобы выпустить свою виртуальную сеть DC1 в частности наружу. На DC1 и Лондон Свер И далее на этом Лондоне Свер единственное что на установлен службу раз помним как делать вот этот скриптик скриптик который я могу открыть с помощью PowerShell через ESSE на самом деле вот так в ESSE даже осталось открытым нужно почитать посмотреть по большому счету какие-то ошибки связанные с конфигурацией вашего сервера вывезут их можно легко подправить единственная какая-то ошибка могла вылазить как только скрипт обыграл обыгран у меня создался вот такой интерфейс интерфейс для подключения шлюз шлюз видите с адресом который ведет в сторону облачного шлюза это адрес шлюза он по умолчанию был отключен поэтому он включен ошибка скрипти я сказал connect все у меня подключение произошло и с этого момента у меня канал поднится он примен сайтом в облако и в обратную с облако сюда с этого момента с этого момента замечательного у меня из облачной сети видна моя он примет в частности вот этот доменный контроллер а это значит что я могу теперь с сетью у которой есть шлюз ассоциировать виртуальную машину достаточно долго идет процесс развертывания поэтому я покажу начало но как бы концовку можно и так предположить дальнейшие действия дальнейшие действия залавите на свою подписку и говорит создать виртуальную машину создать виртуальную машину выбираете подходящую но 12 R2 стоит добавить выбираете из галереи windows сервер кстати technical preview доступно но у меня дата центр R2 стоит поэтому выбираю его выбираю все равно что выберете классический диспетчер ресурсов на самом деле не принципиально вы увидите что у вас существующие ресурсные группы существующие сети вернее как только вы выберете ресурсную группу с которой связана эта сеть будет ассоциация то есть у вас если у вас есть виртуальная сеть то предложено будет с ней ассоциироваться имя виртуальной машины и не виртуальная машина имя пользователя допустим пароль пароль требуется достаточно сложный 16 символ 12 символ ну собственно в данном случае группа ресурсов используют существующие до из числа тех которые относятся в которые я соотнес мою сеть я когда создавал сеть создавал группу ресурсов в группу базовую и с ней собственно говоря ассоциирована моя виртуальная сеть линукс 1 и все ресурсы которые там на тот момент присутствовали виртуальной машине и так далее но поскольку у меня к группе ресурсов относятся сеть с преднастроенным шлюзом естественно я выбираю ее все равно как ее назвать я ее обозвал группу произвольное имя дальше выбирать размер виртуальной машины подходящий можно сказать меньше сейчас прогрузится группа ресурсов обратить внимание обратите внимание у вас виртуальная сеть с подсетью сабнет 1 которая нужна не для шлюза а для виртуальной машины для виртуальной машины сейчас надрес будет динамически выделяться на виртуальная педрес тоже динамически сейчас надрес по которой она внутри сети доступна виртуальная IP для подключения снаружи как бы endpoint точки подключения для ваших клиентов снаружи вот таким образом теперь если нажму окей у меня будет развертывание виртуальной машины в указанной группе ресурсов в указанной сети дальше когда я поднял машину я поднимаю роль контролера домен устанавливаю службу техдиректор доменные сервисы говорят добавить существующему домену машизация благополучная идет и имя разрешается почему потому что еще один момент сделал на самом деле здесь на самом деле когда отменю этот момент конфигурирую сетку конфигурирую сетку возвращаясь к теме кроме шлюза для сети нужно было еще задать днс днс там по умолчанию ажурный предлагается но поскольку мне не нужен днс который не предполагает регистрации что-то чего-то выходящего за рамки добавленных мной виртуальных машин и не поддержит кастомизации это мнение что не мешает вместо дефолтного предложенного как сервис ажура днс добавить любой слой это может быть виртуальная машина как в ажуре так и он принес в ажуре пока нет днс для разрешения имя домена в набор контролеров домена вам необходимо иначе у вас активдарик не поднимется поэтому смотрите у вас свойствах сети в свойствах сети есть днс сервера вот здесь я указал всем знакомый адрес по нашим курсам этот адрес моего он примет сервера но кое-что скоро у меня при создании шлюза запрашивалось что ну понятно шлюз я ассоциируя с виртуальной сетью поэтому с этим все понятно в какое пространство он будет вести дальше с какого пространства он будет принимать соединение вот на этом моменте когда я настроил шлюз мне предлагалось ввести адресное пространство сети или сети сайта он примет но все сети которые у меня здесь есть я их просто прописываю в виде диапазона можно добавлять убавлять и так далее то есть я писал адресное пространство которое характерно для моего он примет сайта и в качестве днс добавил адрес вот этого сервера он днс это что касается использования эжура таким образом таким образом мы с вами рассмотрели еще один вариант защиты от сбоя сайта это размещение части части критичных серверов и сервисов в публичном облаке в эжуре ну и соответственно в случае выхода из строя целой площадки ваши клиентские компьютеры члены домена допустим адатум.com могут благополучно подключаться как вы видели у вас конфигурация не только есть шлюз но еще и точка точка сеть точка шлюз доступна непосредственно к облаку а могут в принципе вы можете реализовать на резервной площадке своей же опять же подключение также сайт в сайт и тем самым обеспечить доступ уже к контролерам домена пока устанавливаете локальные которые продолжают работать из облака но я уже к вам что в общем там контролер домен подходящий кандидат на виртуализацию особенно особенно если у вас Active Directory версия Windows Server 2012 и выше и Hyper-V хост тоже запускается как роль на сервере ниже 12 ну или это могут быть последние реализации в МВР за счет чего в общем-то такая рекомендация существует за счет того что я напомню мы с вами в 12 в 11 даже курсе 20 411 это рассматривали за счет того что у нас поддерживается новый атрибут и средства виртуализации Hyper-V на уровне BIOS и виртуальной машины и на уровне Active Directory который известен как VM Generation ID VM Generation ID это идентификатор который позволяет определить контроллеру домена подвергалась ли виртуальная машина откату на снапшот или нет в избежании в избежании нарушения актуальности данных изменяемых в базе Active Directory чтобы у вас не было как бы неконтролируемого отката на изменение Active Directory на какую-то старую точку актуальности и нарушение процесса репликации об этом уже говорилось на курсах поэтому повторяться не буду ну соответственно если какие-то вопросы будут возникать а также открыт к общению да можно по этому адресу пожалуйста мне вичку писать постараюсь как можно более развернуто ответить